Ну, на самом деле это... Сейчас определение такое, что фундаментальная наука не имеет очевидных приложений. То есть наука фундаментальна, если она просто делается из какого-то там бытового интереса. Ну, прикольно посмотреть, интересно. И как-то не больше. То есть, например, вот этот постер. Ну, пока просто интересно посмотреть. Реальных приложений, ну, не будет еще минимум лет 20. Это вопрос трудный. Вот на уровне интуитивном мы все это... Те, кто работает в науке, мы все это понимаем. А вот выразить это в виде каких-то определений довольно трудно. Но все-таки границы есть. В фундаментальной науке значительное место занимает неподдельный интерес. Я бы его назвал детским интересом. А что будет, если вот попробовать вот это? Вторая сторона, я бы сказал так. Соотношение фундаментальной науки и прикладной. Я, для себя, всегда рассуждал так. И это подтверждалось в жизни многократно. Если ты занимаешься хорошей наукой, то из нее всегда будут прикладные следствия. Но эти следствия могут возникать сразу. Вот они видны сегодня. А могут возникать через десятилетия. И что я называю хорошей наукой? Это, опять же, научные исследования находятся на передовом фронте науки. Там, где идут точки роста. Вот если вы этим занимаетесь, и вы не думаете ни о каких прикладных вопросах в данный момент, вы грозаетесь в эту область науки. Вы пытаетесь тут решить какие-то вопросы. Вы пытаетесь здесь что-то сделать и так далее. И вы будьте уверены, что если вы такой наукой занимаете, из нее всегда будут хорошие, важные прикладные следствия. Что сегодня это дает? Это сегодня может ничего не дать. Конечно, можно же и чепухой заниматься за государственный счет. Это тоже другая крайность. Вот где эта грань, это вопрос. Мы-то это знаем. Но это очень трудно провести эту грань. В фундаментальной науке мы хотим обнаружить явления, их охотноизовать, предсказать какие-то свойства. В прикладной науке мы думаем о том, как получить выгоду, получить какие-то реально работающие устройства. Это совершенно другие задачи. Нет, фундаментальное — это выяснение каких-то механизмов и новых эффектов в веществах, в новых материалах. Новых? Новых? Нет, не обязательно. Не обязательно новые. Но просто в старых, в большинстве своем, фундаментальные аспекты уже исследуют. А прикладной задачей является именно создание устройств и применение этих устройств. То есть это совершенно две непересекающиеся области. Но сегодня-то они пересекаются, получается? Нет. Просто, например, сегодня был доклад Принца, он показал, что уже есть множество устройств, в которых используют фундаментальные эффекты. То есть у нас всё-таки есть чёткая граница? Есть, конечно. Когда ты занимаешься фундаментальной физикой, в принципе, ты не думаешь о том, где это можно применить. Ты исследуешь эффект и различные закономерности этого эффекта. В любой области, когда есть фундаментальная часть, а есть прикладная. У некоторых фундаментальных эффектов нет прикладных применений. То есть аффекты фундаментальные есть. Я думаю, что настоящая фундаментальная наука, она всегда должна иметь какой-то практический вывод. По крайней мере, я всегда стараюсь подбирать к себе тематику, которая связана с какими-то приложениями. Границы — это чисто формально. На самом деле, настоящая фундаментальная наука позволяет найти приложение. И поэтому она естественным образом переходит в прикладную. Это зависит от времени, это зависит тоже от удачи. Наука созревает и в какой-то момент фундаментальность становится прикладной. И дальше это уже не так интересно для людей, которые занимаются фундаментальным. Это интересно для приложения, это интересно для тех людей. Раньше, в советские времена, это были отраслевые институты, которые использовали достижения фундаментальной науки и их трансформировали в прикладные уже. Действительно, это вопрос достаточно большой, но в общем смысле фундаментальная наука — это базис, используя который другие ученые смогли бы придумать какие-то новые идеи, новые открытия. А прикладная наука — это когда я беру какую-то фундаментальную идею, довожу ее до частностей и довожу до такого состояния, что ее могут брать промышленники и производить какой-то продукт. Конференция, которая сейчас проходит, посвящена в основном материаловедению. Поэтому материаловедение, я считаю, ближе к прикладным наукам, тогда как химия и физика особенно общие, конечно, это фундаментально. На самом деле еще все зависит от того, как это позиционировать. Мы хотим потом это применить в промышленности, тогда это, конечно, прикладная. Если мы просто хотим исследовать ради собственного интереса, это скорее фундаментально. Держать в голове такой объем информации, увлекаться этим, стремиться к познанию нового, можно только при наличии собственного интереса. Но некоторые говорят, что можно заниматься чем-то за деньги или за перспективу получения какой-то известности. Но мне кажется, в науке все же в первую очередь это личная заинтересованность в результатах проекта. Это включает в себя, как устроен мир, зачем это нужно, почему это происходит, как это вообще, как это происходит все вокруг. Люди, которые занимаются наукой, по большей части занимаются ей не из-за того, что с этого можно получить деньги, известность, а просто потому, что интересно, потому что мне нравится приходить на работу и исследовать свойства своего материала, общаться с людьми, которые также этим заинтересованы. И в дальнейшем, чтобы это стало каким-то исследованием, которое, возможно, принесет пользу человечеству. Спасибо. Ну и по моему мнению, по мнению классиков, такое разделение отсутствует реально. В том плане, что есть наука, а есть не наука. А все научные достижения имеют очень глубокие практические применения. А это разделение придумано сказочниками, которые любят деньги расходовать и списывать на что попало. Для всех серьезных людей, даже начиная, если про физику говорить, то от Галилея, который 400 лет назад придумал фундаментальную физику. И вообще, даже если возьмем от Архимеда, то есть когда у вас есть наука, то есть есть фактически наблюдение серьезных закономерностей в природе, и потом их достаточно правильное, адекватное объяснение, позволяющее делать следующие шаги для получения уже там, я знаю, каких-то важных материалов с заданными свойствами. Я думаю, что это очень правильное и глубокое отношение к природе, что природа едина, и поэтому в познании природы вот эти товарищи-прикладники, это те, которые ничего думать не хотят, не читают статьи и клепают свои железяки, которые давно уже можно было сделать другим способом. Вся наука есть наука. Science is fine lady. То есть наука это очень тонкая вещь, это она не прощает предательство, она требует полной самоотдачи людей. И все великие люди, которые сделали, если что-нибудь очень серьезное, в любых областях наук, они всегда даже не просто сверны, а не верующие. В том плане, что высшие силы, они всегда их благодарят, которые позволили им понять какие-то закономерности в природе. Ну, разницы, наверное, между фундаментальной и прикладной, вот четкую границу провести, наверное, не стоит проводить. То есть дело в том, что методологической основой любой науки является практика. Это практика критерий истины. И поэтому, если говорить о фундаментальных исследованиях, в первую очередь теоретических, которыми я занимаюсь, то есть основой и критерием истинности наших вот всех разработок, это является соответствием эксперименту, соответствием практике. Фундаментальная наука, она, по-видимому, занимается наиболее общими закономерностями, которые потом нужно искать какие-то практические приложения. И очень часто между фундаментальными какими-то разработками и практическим применением проходят долгие годы, десятилетия. Те же самые фуллерены теоретически, они были предсказаны в 70-м году, а синтезировали их только в 85-м. 15 лет прошло. Мы же все же физики, измеряем какими-то физическими величинами. Может быть, временем измеряется фундаментальная эта наука или нет? Может быть, да. То есть после каких-то исследований, вот обычно фундаментальные науки проходят долгие годы, прежде чем это найдет практическое применение в жизни. Фуллерены-то тоже были открыты как? То есть люди занимались исследованием для электроники, кремнием чем-то там занимались и случайно их синтезировали, работая над разработками структур для электронной промышленности. То есть практическое применение. А получилась фундаментальная наука. Институт физики полупроводников. Я думаю, что для меня четкой границы нет, но если это ответ на вопрос, интересно ли это, то скорее фундаментально или может быть полезно. А если это, как это используют сейчас, то это, наверное, прикладная. То есть нет строго ведь определения. Как я успел понять? Нет, вы знаете, так сказать, фундаментальное... Может быть, оно, как один человек, стало и правдой ненужным, это разделение? Да нет, но разделение абсолютно очевидное. А зачем вам это границы-то, я не понимаю. Господи, боже мой. Ну, вот, например, лаборатория, в которой я работаю, она называется так. Физические основы наноматериалов для информационных технологий. Это институт радиотехники, электроники, академии НАУ. Физические основы. Вот меня не интересуют, понимаете, так сказать, вот я, ну... Я, например, лично занимаюсь рактальной геометрией. Меня совершенно не интересует, куда ее можно применить. Потому что мне интересно, так сказать, понять, что... Это просто, так сказать, область деятельности, которая занимается, так сказать, попыткой объяснить природу, ее законами. Не получается ли так, что ученые, которые позиционируют себя занятием фундаментальной науки, в некотором смысле занимают в себе ответственность за последствия своей деятельности? Говоря о том, что я не хочу даже знать, что из этого получится. Нет, нет, нет. Если я буду, так сказать, работать над решением проблем, так сказать, как это применить, у меня просто не останется времени и сил, так сказать, башки, чтобы пытаться понять, почему это вообще существует. Если ты можешь, если ты можешь, так сказать, думать еще и об этом, то замечательно. Но у меня, например, я считаю, что вот люди, которые занимаются в основном решением, так сказать, ну, поиском ответа, почему, у них просто не хватает сил на все остальное, на поиск ответа для чего, куда это все приложить. Бывают такие уникумы, которые могут и то, и то.